Приветствую вас. Довольно обширный вопрос, но суть его сводится, я бы сказал, к одному. Автор вопроса Дарья встретила мужчину, познакомилась с мужчиной, как она говорит, три месяца назад. Симпатичный, довольно в моем вкусе. И с первой встречи вел себя как настоящий дентльмен. Помогал, поддерживал, приезжал среди ночи. А спустя месяца полтора начались разногласия, претензии с его стороны. Дарья говорит, в принципе, о таких вещах, как, ну, как недоверие. Дарья говорит, о таких вещах, как претензии. Дарья говорит о таких вещах, как абьюз. Вот. То есть довольно много того негатива в отношениях и ссор. Вот. Дарья, как бы, пишет о том, что парень ей нравился и она хотела с ним, ну, сохранить отношения. Вот. Она хотела с ним быть в отношениях, поэтому старалась помириться. Вот. В итоге эта ситуация начала, скажем так, развиваться. Вот. Мужчина, значит, устраивал ей скандалы, вот, потому что она не соглашалась и не хотела делать так, как, ну, как хотел он. Вот. А в конце все закончилось тем, что после очередной ссоры, после очередного, скажем так. Примирение, он просто, я имею в виду мужчина, просто забрал у нее телефон и начал считать ее переписки. Вот. И делать скрины. Вот. Значит, автор вопроса говорит о том, что ее обвиняют, называют лугуней, предательницей и так далее. И она очень сильно опустошена. Вот. И не знает, то ли это вот такой скрытый, как она говорит, абьюз, вот, то ли это действительно она разрушила отношения. Вот. Ну, по ее, значит, по ее словам. Вот просят, просят помочь. Разобраться. Что хочется вам в этой ситуации сказать? Вот. В этой ситуации вам хочется сказать, что вы, как мне кажется, здесь на самом деле не отдаете ответ, не отдаете отсчет себе в некоторых моментах. Итак. Вы пишете, появились разные недопонимания, то я не такая девушка, какой должна быть, если ты почему-то приходишь в гости, ни разу не убрала со меня. Вот смотрите. Мне интересно. Когда это возникло, когда это возникло в первый раз? Когда это появилось впервые? Вот. Когда впервые вы столкнулись с тем, что человек вам так сказал. Как это было? Ну, то есть, как вы отреагировали на это? Как отнеслись к этому? И так далее. Мне вот это, знаете ли, очень интересно. Даже поясню, поясню вам, почему мне интересно. Мне это интересно, потому что из таких историй, из таких моментов, раздаются отношения. А еще мне показалось, что ваши отношения, конечно, я могу ошибаться, но мне показалось, что ваши отношения выстраивались по принципу опеки мужчины в вашей стране. Ну, вы... вас привлекло... вас привлекло в первую очередь то, что человек ведет себя как джентльмен. А чем вас это привлекло? Если подумать, чем вас это привлекло? Если подумать, чем... 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 чем могло вас это привлечь? Вот на это я бы хотел обратить ваше внимание. Вы когда-нибудь задавали себе такой вопрос? Вопрос, касающийся того, почему меня привлекает джентльменское поведение? Ну хорошо, джентльменское поведение, безусловно... безусловно, неплохая вещь. Неплохо, когда мужчина ведет себя как джентльмен. С этим, пожалуй, не нужно спорить. Но интересует меня немножко другое. А интересно ли вам что-то еще, кроме этого? Вот, что мне по-настоящему интересно. Джентльменское поведение, это здорово, это замечательно. Но... было ли между вами и молодым человеком что-то общее еще? Помимо этого. А судя по... Судя по тому, что вы описываете, на мой взгляд, общего вас было не так много. Почему не так много? Опять, достаточно просто. Потому что, когда у людей достаточно много общего, когда у людей общие интересы, взгляды, когда люди имеют какое-то взаимодействие, когда люди, ну, если называется, находятся в таком, знаете, живом, я бы сказал, общении, у них как-то нет места для обсуждения того, например, что ты не такая девушка, ты не такая женщина, ты выставляешь меня мужиком и прочее, прочее, прочее. То есть это же история про достаточно, я бы сказал, важные, но не первопричинные моменты для выстраивания отношений. Хотя это зависит от того, каких отношений вы, собственно говоря, вообще-то хотите. если вы выстраиваете отношения гендерные, чисто только гендерные. То есть если вы выстраиваете чисто взаимодействие между мужчиной и женщиной, строите такие отношения и вам нравится, когда к вам относятся только как к женщине. Хотя честно скажу, что впечатления вы производите совсем другое. Вы не производите впечатление женщины, которая хочет, чтобы к ней относились только как к женщине. Я таких женщин, я таких женщин видел. Вы, на мой взгляд, не такая. Но ведете себя вы почему-то именно так. И вот этот момент, момент несоответствия тому, как вы относитесь к себе и тому, как вы воспринимаетесь другими людьми, скорее всего, и является системной проблемой. Конечно, это можно и нужно, это необходимо, что называется, корректировать. То, о чём, то, о чём я сейчас сказал. Ну, хотя бы потому, что в этом и заключается ваша одна из проблем. Другой момент. Мужчина вас в чём-то обвиняет и в общем и целом говорит, что вы не соответствуете каким-то его ожиданиям. Что ж, это вполне нормально. Вполне нормально, что вы можете действительно не соответствовать своим-то ожиданиям. Ничего необычного в этом нет. У людей действительно очень много ожиданий. Я бы сказал, что сколько людей, столько и этих самых ожиданий. Это нормально, нормально, что вы не соответствуете чьим-то ожиданиям. Вопрос немножечко, на мой взгляд, заключается в другом. А именно в том, что вы как-то болезненно реагируете на то, что не соответствуете ожиданиям других людей. В частности этого молодого человека. Скаживается впечатление, что ему достаточно было просто сказать, что ты какая-то не такая, чтобы вы начали волноваться, себя винить и так далее. И то, как вы говорите про разрушение отношений, Тоже такое наталкивает на определённую мысль о том, что возможно вы, ну скажем так, переживаете по поводу того, что действительно можете разрушить отношения. То есть у вас есть страх. Страх того, что вы способны разрушить отношения. И у меня один момент, как это в принципе у вас работает. Ну то есть как работает эта история, что я боюсь разрушить отношения. Я думаю, получается говорите вы, я думаю, что могу разрушить отношения. Я думаю, что я могу себя взять и чего-то лишить. И вот это, на мой взгляд, очень интересный момент, если вы считаете, что вы можете разрушить отношения. Если вы так считаете, если вы так полагаете, то, скорее всего, вы не самого лучшего по себе мнения. И здесь мы в общем и целом подходим к тому, как вы себя воспринимаете. Вот судя по вашему описанию, да, судя по тому, как вы себя описываете. Я бы сказал, я бы сказал, что у вас несколько, ну, может быть, занижена самооценка. Вот. Это первый момент. А второй момент, это то, что вы нуждаете в какой-то защите. Нуждаетесь в том, чтобы вас спасали. Нуждаетесь в хорошем отношении к себе. Хорошее отношение – это нормально. На это имеет, на это имеет право каждый человек. Вопрос заключается немножечко в другом. Что это является определяющим фактором для вас, судя по всему, при построении отношений. И вот это, честно говоря, несколько тревожит. Именно это тревожит, когда мы говорим о том, что произошло. Молодой человек, которого вы выбрали, не является кем-то необычным. Собственно, давайте подумаем немножечко глобально, если вам это, конечно, интересно. Что такое абьюз? Абьюз – это доминирование. Абьюз – это, ну, такое, знаете, вот, можно сказать, такое целенаправленное, но не всегда осознаваемое принижение партнёра. На чём оно основывается? Да, в общем-то, на гендерной модели поведения. Я – мужчина, ты – женщина, у тебя есть твоё место, и ты должна там быть. И не важно, хочу я там быть или нет. Так бывает, когда люди выстраивают свои взаимодействия как раз-таки только на гендерных основаниях. Иными словами, то, что делаете вы. Ваши, эм, как бы, эпизоды абьюза являются оборотной стороной джентльменского поведения человека. То есть, это не значит, что с вами, эм, не нужно вести себя как джентльмена, мужчине. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Но это означает, что если сразу, а встречались вы три месяца, срок это довольно небольшой, и узнать человека за такое время достаточно сложно. Но если за такое время человек уже делает для вас такие вещи, это говорит о чём? Это говорит о большой увлечённости, о страсти. У страсти есть несколько моментов. Первый момент – то, что страсть не бывает, скажем так, слабой. То есть, страсть – это всегда история про, скажем так, достаточно сильные чувства. С одной стороны, с другой стороны, с другой стороны. Страсть – это всегда история про то, что я человека в той или иной степени идеализирую. В той или иной степени я идеализирую человека, потому что наполняю его образ своими чувствами, своими поправностями, своими желаниями, но не им самим. Так вот, мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что в вашем взаимодействии изначально не было… какой-то такой естественности и непринуждённости, а если она была, то это возможно было только до тех пор, пока вы хотели одного и того же. Вот, пока мы хотим одного и того же, у нас гормон. Пока мы видим ситуацию одинаково, у нас всё хорошо. Как только мы видим ситуацию по-разному, как только у нас появляются разницы во взглядах, а это история в принципе неизбежная, всегда начинаются проблемы. И возникают проблемы именно потому, что человека, который передо мной, я не воспринимаю как личность. Вы себя не воспринимаете, скорее всего, как личность. Вы говорите, что у вас были конфликты и ссоры. Вы принимали участие в этих конфликтах и ссоры. Ну, то есть вы их непосредственно участвовали. И обратите внимание на то, как сейчас вы говорите об этом. Вы по сути во всём обвиняете молодого человека. Да, вы вроде бы говорите, что это всё я, что может быть это всё я разрушил. Но вы говорите это в каком-то таком глобальном, фаталистичном ключе. То есть, я разрушила отношения, потому что я какая-то не такая. Я разрушила отношения, потому что я ужасна, например. То есть, никакой конкретики, никакой личной позиции, ничего. Понимаете? Именно поэтому я у вас и спросил, я спросил у вас, как стала возможна ситуация, что мужчина предложил вам убираться в его квартиры. Не просто даже как эта ситуация стала возможной, а как вы к ней отнеслись. Как вы её восприняли. Быть может вы подумали, что, ну спросил один раз, ну и что. Вот. Понимаете? То есть, вас это не настраивало. Вы, напротив, создаёте такое впечатление, что попытались человеку как бы объяснить. Вот. Сейчас я этот момент зачитаю. Я объяснял, что мы не так часто остаёмся у тебя, мне хочется побыть с тобой, а не заниматься этими вещами, которые я, в принципе, у себя дома не делаю. У меня есть люди, которых я для этого вызывал. Что это? Это позиция. Правильно! Это ваша позиция. Но обратите внимание. И вы, и ваш молодой человек, по сути, уделяете этому внимание. То есть, вы говорите, я хочу побыть с тобой. Он говорит, почему ты в моей квартире не убираешься. То есть, вас, иными словами, интересуют и волнуют вот эти вещи. А не вы с нами. Сейчас я задам вам вопрос, который, вообще говоря, покажется, ну, к сожалению, предельно провокационным. Мне очень жаль, что мне приходится его задавать. Но, тем не менее, я должен его задать. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Хочу, чтобы все, кто будет слышать этот ответ, правильно меня поняли. Вот, как вы хотели с молодым человеком побыть? То есть, что это значит? Я хочу с тобой побыть. Это, казалось бы, глупый вопрос. Наверное, более чем очевидный вопрос. И, казалось бы, зачем задавать такой вопрос. На самом деле, это очень важно. Потому что, когда люди хотят побыть друг с другом. Вот только интересно, каким смыслом это наполняете вы. Но сейчас это не важно. Так вот, когда люди хотят побыть друг с другом. Когда люди хотят побыть друг с другом, провести время. Они об этом не говорят. И, когда люди хотят побыть друг с другом, не возникает таких, как вам сказать, таких вопросов, что ли. Таких разговоров, что ли. Ну, не возникает такого. А у вас, у вас возникло. И вот странно, вы вроде бы говорите, ну, хочу с тобой побыть. Вроде бы, да. А в то же время, как будто бы. Наполнение, вот это вот, хочу с тобой побыть. Наполнение этому, как будто бы, не обеспечивает. Потому мне и интересно стало, а как вы хотите побыть-то друг с другом? Ну, то есть, как это для вас выглядит? Что вы в это вкладываете? И так далее. Вы пишите. У него другая политика. Считаете, что девушка должна все делать по дому, некая хозяйка. Супер. У него другая политика. И что? Вы говорят, что у него другая политика. Говорите. Мне этот человек нравится. Он меня устраивает, говорите вы. Он мне нравится. Он, в моем вкусе, он джентльмен. Я сейчас скажу такую вещь, которая может показаться, опять же, несколько провокационной. Но, тем не менее. Вы знаете, на мой взгляд, абсолютно ничего плохого нет в том, чтобы вести себя женщиной по джентльменски. Но мне кажется, что если в поведении партнера присутствует только джентльменский элемент, и если помимо этого во взаимодействии друг с другом, извините, мало общего, и вы говорите, что я хочу с тобой побыть, при этом, в общем-то, не совсем конкретизируя и раскрывая это. Не кажется ли вам, что подобное джентльменское поведение как-то уже, как-то уже женщину как будто бы даже каким-то образом обесценивает? Почему женщина можно вести себя только как джентльмен, только как мужчина? Нет. Это одна из ролей, это одна из ролей, но роль не единственная. А вот замечаете ли вы, что у вас эти другие роли есть? Позволяете ли вы себе быть в отношении с мужчиной какой-то еще, кроме того, что вы женщина? Вот это большой вопрос, на который мне очень бы хотелось, чтобы вы постарались ответить. Было бы это, знаете ли, очень и очень полезно. Вам, так скажем, для исследования себя. Вам для лучшего понимания себя. Вам для того, чтобы вы, может быть, смогли увидеть, какая вы. Вот вы пишете дальше. Значит, другие претензии были на пустом месте. Почему ты не берешь пакеты, ты же женщина? Почему ты берешь пакеты, ты же женщина? Я должен их броскаться, а то ты выставляешь меня не мужиком каким-то. То есть, если для мужчины это является, скажем так, угрозой его мужественности, если для человека это угроза мужественности, то опять же вопрос. В первую очередь к вам. Хотите ли вы быть таким человеком, у которого, вот так, довольно легко, как мне кажется, меняется самооценка. Ну, по крайней мере, мне так показалось. А как показалось вам? Вот. Вы описывая эту, вы описывая эту ситуацию, никак ее не комментировать. Серьезный скандал был по интимной сфере. Я пошла пить таблетку, узнав, что я не посоветовал с ним. Он начал скандал, мы могли бы еще, значит, соответственно, это сделать, и все равно ничего не было. Если такая заботчика со здоровьем, что это курить. То есть, понимаете, да? Слишком много здесь внимания, слишком много внимания к каким-то нюансам. И так бывает, когда отношения выстраиваются чисто на страсть. Так бывает, когда отношения выстраиваются исключительно на страсть. Понимаете, да? Вот об этом я и пытаюсь вам сказать, что общего-то у вас что? Вот, ваше состояние, которое вы описываете, вы называете свое состояние подавленным, вы называете свое состояние тяжелым. Вы говорите, что вы, ну, вы говорите о том, что вы запутались. Вот, и у меня вопрос, о чем вы запутались. Ну, я здесь вам могу дать, как мне кажется, небольшую подсказку. Вы запутались в том, а насколько вы хороши в отношениях. Вот мне, например, показалось, что вы пытаетесь быть в отношениях хорошим. Вас составляет плохой. Вам это неприятно, вам это тяжело, вам это больно. И еще вас, скажем так, обвиняют в том, что вы, ну, в том, что с вами расстались. Кстати, кстати, здесь вопрос про ожидания. То есть, иными словами, вы, ну, вероятно, как-то ждете, что человек, что, признает, ну, признает свою вину, да, скажет, что, ой, это я во всем виноват, это я все испортил. Как это, по-вашему, должно работать? Или как? Вот тоже постарайтесь, постарайтесь, пожалуйста, этот момент прокомментировать. То есть, вы сокрушаетесь насчет того, что человек обвиняет вас. Судя по тому, что вы описываете, я бы сказал, что вам вообще довольно как будто бы болезненно, что вас обвиняют. Вам вообще как будто бы тяжело вот эту, вот эту ситуацию, ну, так скажем, воспринимать, когда вы понимаете, что вас в чем-то обвиняют. При этом, вы сами говорите, что был скандал. Хоть тут же пишите, я пыталась смягчить ситуацию. Так, а вы в скандале участвовали или ситуацию смягчить пытались? Просто не совсем понятно, где вы, как бы, смягчаете ситуацию, где вы участвуете в скандале. Это все к чему? Это все к тому, что у вас отсутствует, как бы, ну, чувствование своих личных границ. Вообще, как у, ну, практически каждого человека, склонного к созависности. Вот вы, то, что вы описываете, описываете, по сути, ну, такую, знаете, эм, как это, слово, хрестоматийную форму созависного поведения. То есть, это классическая форма, прям вот классическая, классическая форма. То есть, внешне вы человек такой, я так понимаю, достаточно представительный даже себя, вероятно, в какой-то степени балующий, вероятно, человек, который любит, любит и, вероятно, ну, понимает, да, толк и смысл, ну, быть может, в роскоши, быть может, в высоком уровне жизни. Вы человек, который, вероятно, хочет казаться сильнее, чем инвестор, на самом деле. Вот. Еще вы опасаетесь мужчин, потому что, эм, ну, вот, эм, либо у вас негативный опыт, некоторый был, вот, и вы опасаетесь мужчин по этой причине, вот. Либо вы не уверены в себе, вот. Тут, конечно, еще нужно в этом смысле все выяснять. В любом случае, то, что вы оказались, так скажем, то, что вы влюбились в его отношения к себе, это, можно сказать, вы влюбились сами в себя. Потому что, хорошее отношение, это прекрасно, но это не то, на чем можно выстраивать отношения. Все-таки люди выстраивают отношения на всех, эм, так скажем, сферах, на всех этажах, а не на только одном. Вот у вас, эм, по моим ощущениям, эм, один этаж, так скажем, эм, совпал, может быть, эм, еще несколько, но я боюсь, что, в целом, у вас больше, больше не совпадений, чем совпадений. Только вот, какой момент здесь есть, на мой взгляд, интерес? Момент заключается в том, что вы сами знали. Вы знали и знаете сейчас. Вот, вы на данный момент, задавая этот вопрос, знаете о том, что совпадений-то, вообще-то, не много у вас. Вы это, как бы, знаете. Но, что вы делаете? Вы, эм, отчаянно, пытаетесь, сохранить. А, потому что, если они развалятся, то вы будете чувствовать себя, скорее всего, виноватой. Правильно? Вы будете думать, что вот, я разрушила отношения, вот, эм, это я так поступила, это все из меня он так, в смысле мужчина, сказал. Ну, это, конечно, безусловно, правда, что он так сказал. Но, извините. А, чего он должен был так сказать? Ну, то есть, то есть, что он должен был сказать? В данном случае, что виноват я? Или как? Как это вот, как это работает? Как это работает, я имею ввиду, для вас? Вот, что я хочу понять. Дальше. Эм, значит, эм, мы собрались в ресторан, поссорились из-за того, что ему все было не так, что именно все. Он не хотел, туда не хотел идти, это не нравилось. Я сказал, я так не могу делать свои дела, я поеду сама, поехала с подругой. Когда он увидел, что я был там, он разозлился, удалил меня, что я выбрал за подругу, а не его. Хотя, для себя, я тогда выбрал за себя. Не очень банально, что вымечверил. Эм, делал кучу хорошего, эм, удалил меня везде, делал кучу хорошего мужика. Эм, найти получше, что это значит, не очень, не очень банально. Решили помириться, все-таки я хотел и правильно наводить отношения. Что это значит? Вот, раскроете, эм, раскроете, раскроете, пожалуйста, этот момент. Что это значит? Что вы хотели наладить отношения и поэтому решили помириться. Честно? Честно. Я не понимаю. Что значит вы решили помириться? Кто решил помириться? Как, как вы это, как вы это сделали? Ну, в смысле того, как вы помирились-то? Вот. То есть, как это, э, вот, ну, произошло, помирение? Вот. Решили вы что-то, э, что-то, э, пришли к какому-то, не знаю, выводу? Э, пришли к какому-то решению вы? Или, или нет? Нет. То есть, вот, понимаете, э, как-то вот непонятно, э, здесь непонятно. А, следующий момент, момент. Вы пишете, что я хотел наладить отношения. Обратите внимание. Вновь. Уже не столько и нисколько. Не столько вы говорите про личность человека. Сколько про наладить отношения. А ведь прошло, вообще говоря, несколько месяцев. То есть, если честно, прошло совсем немного времени. Но вы уже как бы говорите про отношения. И вот это очень показательно. Показательно то, что вам отношения нужнее, интереснее, важнее, чем личность человека. Понимаете, да? Вот, э, на этот момент я и хотел бы обратить ваше внимание. Потому что мне кажется, это очень важно. И я очень надеюсь, что вы понимаете, что не такое большое имеет значение, абьюзер человек или нет. Можно, в принципе, сделать так, что человеку не захочется быть с вами абьюзером. Можно сделать так, что человек будет получать гораздо больше, если он не будет абьюзером. Но когда именно на твои, на твое, точнее, на твое абьюзерское, в кавычках, поведение, ты получаешь самую большую реакцию, ты получаешь самую обратную связь, то, конечно, вести себя ты будешь именно так. Ну и нельзя отрицать того, что у человека есть определенная модель поведения, определенные ценности, которыми вы, на мой взгляд, отказываетесь считать, которые вы отказываетесь признавать. Да? То есть, вы прямым текстом говорите, я не убираю в доме. Для этого есть другие люди. И окей, супер, это позиция. Но тут же говорите, что у него другая политика, он считает, что женщина должна это делать. И вот вы говорите, он мне газы, говорит, раз, говорит, что я не возвращаюсь к бывшему, они пишут, что я хороший, много делаю в отношениях. Да, это уже принижение вас. Но это следствие. Он готов был даже квартиру снять, я почему-то посещал какой-то подвух, мне казалось, что так ванильности не бывает. И тем не менее, именно этой ванильности вам и хочется. Потом, ну и вот сейчас я настолько опустошена, мне на физическом уровне даже тошнит трясёт, я как вычислили, мол, а от чего? В первую очередь, от невыраженного нет. От невыраженных границ протеста. Мне сказали, я в руне у гуне, таким его выставляло перед подругами, а ему в глаза другое. Да? То есть, что это? Это отражение того, как вы не видите своих личных границ. То есть, вы выбираете человека себе подставить. И вот вы пишите, а какое право он умел вообще красить телефон и читать переписки? Согласен. А какое право он умел делать что-то ещё? Но вы же, после того, как он это сделал, с ним отношения это не порвали? Вы пишите, что я решила поставить точку и спросила, это всё? Это не точка. Точка это когда вы говорите, это всё. А здесь не точка. Здесь попытка опереться на другого человека. Но если для вас поставить точку означает спросить это всё, то вам точно нужна психотерапия. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Абсолютно. Обращаться. Аброщаться. Аброщаться.